Доброе утро, коллеги! Доброе утро! Итак, сегодня мы с вами будем говорить про сценарий совместной работы внутри компании, о том, какие инструменты есть внутри BITREX24, которые помогут вам организовать эту работу вместе с вами сотрудниками, с вашими сотрудниками внутри целой компании или, может быть, внутри каких-то отделов, групп и так далее. На вебинаре сегодня я, Екатерина Шеленкова, продукт-менеджер BITREX24, и вместе со мной… Юрий Волошин. Юрий Волошин. Итак, перед тем, как начать наш вебинар, скажите, пожалуйста, у вас есть в чате, куда вы можете, во-первых, во время вебинара задавать нам вопросы, да, обязательно задавайте. Мы сможем делать паузы как во время вебинара, так и если вдруг вопросов, да, будет не так много, то мы можем остановиться на них уже в конце вебинара и в завершении вам ответить. Но сейчас нам очень важно понять, слышите ли вы нас и видите ли вы нас. Поставьте, пожалуйста, либо плюсики, либо просто напишите «да, слышу, да, вижу» в чатике, где вы задаете вопросы. Сразу скажу, что запись вебинара, конечно же, будет, потому что это популярный частый вопрос, да, кто-то, возможно, захочет отойти, кому-то сейчас время неудобно. Вы сможете просмотреть этот вебинар в любое удобное для вас время. Мы ведем запись абсолютно всех вебинаров у нас в Bittrex24. Итак, нас слышно и видно, надеюсь. Немножко, да, сориентируем, о чем мы будем сегодня говорить, потому что совместная работа, можно сказать, что это вообще весь Bittrex24, потому что все инструменты позволяют вам работать не просто индивидуально и решать какие-то свои личные там задачи, да, строить бизнес-процессы, а работать, конечно же, совместно внутри целой компании. Но сегодня прям все инструменты мы, конечно, не затронем и сосредоточимся на основных, которые, можно сказать, являются таким ядром для того, чтобы организовать именно совместную работу с сотрудниками. Конечно, в современном мире, да, в текущих условиях очень важно, чтобы ваш бизнес работал как часы, чтобы вы были сосредоточены на самом важном, больше продавать, развивать свою компанию, а не заниматься, да, тем, чтобы там учить сотрудников, как делать их работу, контролировать, что они точно там не забыли выполнить вашу задачку, что они ее себе где-то там отметили, записали и так далее. И для этого как раз и существуют инструменты, которые помогут вам эти все процессы, можно сказать делегировать сервису, делегировать инструменту и заниматься вам как руководителем уже более важными задачами в вашем бизнесе. Ну и в современных реалиях, наверное, выгодно выбирать сервисы, которые лучшие по цене и дают вам возможность экономить в это нелегкое время. Да, и здесь как раз почему мы выделяем BITREX 24 как лучший по цене, потому что он собрал в себе сразу набор инструментов, которые вам необходимы. Вам не нужно отдельно приобретать сервис для работы с документами, отдельно платить где-то за видеозвонки, отдельно ставить какой-то сервис для задач. Это, как сказал Юра, во-первых, экономия, да, в первую очередь, ну и плюс это сильно упрощает, то есть научить сотрудников внутри компании, особенно если у вас их там не 2-5, а больше, каждого обучить работы с разными сервисами, это, конечно, достаточно трудоемко и займет очень много времени. В BITREX 24 все собрано в одном рабочем пространстве. Итак, о чем сегодня мы будем говорить? Мы сосредоточимся на трех таких важных блоках и покажем вам как раз каждый из этих блоков, как он работает сам по себе, какие задачи он умеет решать, как это выглядит, конечно же, внутри BITREX 24 и покажем, как эти блоки связаны между собой. Когда мы говорим о том, что это набор инструментов, то это не просто разрозненные инструменты, а они еще и дают вам сценарии, которые связаны между собой. Мы поговорим, конечно же, про задачи и проекты, про инструменты коммуникаций внутри команды и внутри компании, чаты, видеозвонки, новости. И, конечно же, про такие, можно сказать, уже более совместные, наверное, сценарии, когда вам необходимо планировать совместные какие-то встречи, вообще планировать свой день, неделю, свою занятость внутри компании и делать это не в одиночку, где-то в своем личном календаре, а учитывать занятость других людей, ваших сотрудников, возможно, занятость каких-то переговорок, если вы работаете в офисе и так далее. Обо всем этом мы сегодня будем говорить детальнее и показывать, как это все устроено внутри Битрикс24. Давай первый блок, задачи и проекты. И на самом деле это очень важная тема, исполнительная дисциплина. Вообще пользователи не любят организовываться, сотрудники не любят организовываться, сотрудники не любят работать. На самом деле мы все ленивые, все хотим больше отдыхать, меньше работать. Соответственно, задачи и использование задач внутри компании дают возможность руководителю контролировать процесс, контролировать выполнение этих задач. И давайте попробуем разобрать, как же это делается. Разбирать давайте будем, наверное, на каком-нибудь примерчике. Ну давай, наверное, возьмем, например, запуск магазина брать в текущих реалиях, наверное, уже опасно. Ну давай попробуем наладить, ну какой-то процесс внутри контроля. Например, уже есть какой-то проект, который идет, и мы постараемся набросать какие-то там шаги по рекламным кампаниям. Ну не знаю, давай, потому что сейчас каналы поменялись, все поменялось, непонятно вообще, как рекламироваться. Давай попробуем набрать. Ну и задачки будут а-ля из схемы, что мы сначала делаем. Штурмим. Да, мы сейчас переключимся на интерфейс Bittrex 24, чтобы показывать прям, как у нас внутри это устроено. То есть мы не просто рассказываем, как бы это могло быть. Я нахожусь в разделе задачи и проекты, сразу сориентирую вас. И здесь начнем с того, что мы просто с вами можем набрасывать задачи. Здесь у меня уже, конечно, есть список, но давайте посмотрим, как вот набросать новые, если наступили, так сказать, новые реалии, нужны какие-то новые действия, задачи с нашей стороны. Как мы это делаем? Штурмим. Рекламу. Просто штурмим. Тут не важно на самом деле. Так. Мы можем указать, конечно, ответственного, кто будет выполнять эту задачу. Я здесь сразу отмечу Юру, для того, чтобы мы вам показали, как дальше будут идти взаимодействия, коммуникации по задаче. Вы можете, конечно же, прикладывать файлы, создавать документы прямо внутри задачи, там, строить чек-листы, да, если это сложная, большая задача, то чек-листы очень удобны в этом случае. Тот, кому вы ставите задачу, будет понимать поэтапно, что ему необходимо выполнить. Конечно, очень важный элемент в каждой задаче — это крайний срок. Еще до вебинара мы знакомились с вопросами, которые вы нам оставляли, когда регистрировались, и там как раз есть часть вопросов о том, что же делать с задачами, которые повисли, да, там, неделями, месяцами. Всегда ставьте крайний срок, чтобы и сотрудник, которому вы ставите задачу, мог ориентироваться, когда от него ждут результат. И вы не забыли об этой задаче, потому что дальше система сама будет вам напоминать по этому крайнему сроку о том, что он скоро подойдет, о том, что задача просроченная, сотрудник не справился. Поэтому поле очень важное. Хитрая Катя, до вебинара она предлагала этих сотрудников уволить, которые не хотят контролировать крайний срок. Да, читаю вопрос, что месяцами висят задачи. Ну, коллеги, это повод задуматься, что ваши сотрудники просто не слушают вас и не выполняют ваши задачи. На самом деле может так получиться, что даже просто негде посмотреть, что задача была поставлена, и ее реально выполняют. Потому что как обычно строится работа внутри текущих современных компаний, особенно небольших компаний, которым в принципе уже требуются задачи, но люди до сих пор их не применяют. Вы просто в чатике кидаете какое-то задание своему там человеку, своему сотруднику, например, подготовь, где мы будем рекламироваться. Срока нет. Увидел, не увидел, непонятно. Реакции никакой нету внутри. Коммуникацию какую-то построить нельзя. Даже апеллировать к тому, что вы когда-то это кидали, нельзя. В отличие от тех же задач. Вот сейчас Катя поставила мне задачу, у меня всплыло уведомление о том, что поставлена задача, установлен крайний срок, и я вижу эту задачу, она у меня поднялась вверху, и я могу теоретически начать ее выполнять. Я могу написать какой-то комментарий Екатерине, если мне требуется какая-то обратная связь внутри этой задачи. Ну, давай попробуем коммент написать. Когда будем собираться, я готов к штурму. Я, предположим, подготовился по этой задаче, у нас стоит четкий крайний срок, мы до 21.04 должны эту задачу подготовить и выполнить, и я сбросил комментарий. Обратите внимание, у меня, во-первых, пришло уведомление, я увидела, но если вдруг я отошла, я могла пропустить уведомление, конечно, такое возможно. У меня добавился счетчик. Во-первых, задача у меня находится вверху списка, потому что она требует от меня именно сейчас реакции. Во-вторых, загорелся счетчик, и я вижу, что зеленый счетчик означает, что в задаче есть новый комментарий, и он требует моей реакции. Если мы сейчас откроем задачу, то я уже увижу, что Юра здесь у меня что-то спрашивает, мне не нужно разыскивать эту задачу, думать, увидел Юра ее или не увидел, выполняет он ее. Ему достаточно оставить комментарий, все, я здесь же получаю счетчик, захожу, могу ответить ему, прям с меншином, чтобы он тоже увидел мой комментарий, тогда будем собираться, давай сегодня вечером. Отправляю ему комментарий, ему также приходит счетчик, подлетает задача, и он видит мой комментарий. Если даже Екатерина не находится в задаче, или находится где-то на портале, в других разделах, если я оставляю комментарий, вот закрой задачку, я оставляю комментарий, то прилетает уведомляшечка от моего лица, от моей аватарки, что я оставил какой-то комментарий. Катя может перейти по этому уведомлению, увидеть сразу какой-то комментарий, который я оставил, или даже провалиться в саму задачу, чтобы посмотреть, или даже ответить, прям здесь в уведомлении, если не требуется реакция, там, захода в задачу. Вы, например, понимаете, о чем задача, нет смысла в нее заходить, это какой-то вопрос, на который вы должны прореагировать, и вы прямо делаете реакцию внутри уведомления. Мне опять приходит нотификация, которую я вижу. Тем самым вы создаете коммуникацию в рамках конкретной задачи, не где-то в чате, где там она уплыла, его не увидели, еще что-то. Вы четко можете, когда будете разговаривать с сотрудником, если вдруг будет происходить такая же ситуация по нарушению сроков, по невыполнению задач, вы можете четко разобрать эту проблематику с конкретным сотрудником. Почему? Я тебе задал вопрос, что мы должны были встретиться, обсудить. Ты не пришел на встречу, или ты пришел на встречу, но ты не подготовился, и так далее. Вы можете полностью ввести внутри задачи некую какую-то коммуникацию со своим сотрудником, выстраивать работу и приучать постепенно сотрудников выполнять эту работу в том виде, в котором требуется внутри ваша организация, ли вам, как руководителю данного направления или данного отдела, требуется выстраивать работу. Сотрудники привыкнут через некоторое время и будут применять эту практику. Уже в остальных задачах вы можете выстроить тем самым рабочий процесс, тот, который удобен именно вам. Но когда мы говорим о том, что вам система сама, сам BITREX24 внутри задач, поможет понять, где от вас требуются реакции, какие задачи сейчас необходимо проконтролировать, это как раз наша система фокусировки внимания с помощью счетчиков, которая будет сама вам поднимать нужные задачи наверх, и в том числе она дает вам возможность отфильтровать задачи. Например, я вижу, особенно если я постановщик, я руководитель, то я буду пристально следить за красным счетчиком, и как только увижу 30 просроченных задач, я понимаю, что у меня большая проблема, мои сотрудники не выполняют задачи. Я, конечно же, могу очень быстренько здесь менять крайний срок, мы договорились, что они там успеют мне выполнить, например, в 5 мая, я его смещаю, все хорошо, задачка из просроченных уходит, у нее появился новый срок. Либо же я могу выделить несколько задач и выбрать такое действие. У нас здесь есть, сейчас скажу вам, пинг. Это дает возможность вам, как руководителю, очень быстро в нескольких задачах спросить у сотрудников, почему крайний срок просрочен, что с задачей, почему она не была выполнена. Когда мы делаем такой пинг, автоматически в выбранные задачи уходят автокомментарий, на ответственного менеджера, который должен будет дать нам ответ, что происходит внутри задачи. Ну и эта система дает возможность вам не забывать о задачах. Если вы приучите сотрудников коммуницировать внутри задачи, это очень эффективно, вы теоретически сможете не следить сильно за задачами. Вот у меня большое число задач, которые необходимо выполнять. Но я всегда, заходя в этот список, вижу, что происходит с задачами, потому что необходимая задача подлетает вверх, если произошел какой-то комментарий внутри задачи. Если просрочился срок, я смотрю на счетчик и вижу, что произошло нарушение какого-то там регламента по времени. Но если нет нарушения регламента по времени, я знаю, в какую задачу нужно зайти, чтобы помочь сотруднику выполнить какую-то работу, потому что там висит какой-то вопросик, на который я могу, например, ответить, и он задает этот вопрос мне. Ну и на самом деле, все-таки для контроля у нас есть еще одна опция. Она у нас достаточно, ну можно сказать, новая. Где-то полгода назад мы выпустили ее в продукте. И теперь, когда вы ставите задачу, давайте прям посмотрим, как это выглядит. Поставим новую задачу, не знаю, например, обработать поступающие лиды. Мы с вами там поштурмили, рекламу запустили, поступают нам, например, лиды. И мы скажем, что, Юр, необходимо бы их обработать, скажем, что нужно это сделать до понедельника. Крайний срок по-прежнему актуален. И у нас здесь есть галочка «Результат задачи». Для чего он нужен? Чтобы я, как постановщик, не просто получила потом нотификацию и счетчик о том, что задача завершена, и если в ней было очень много обсуждений, коммуникаций в комментариях, искала, а где же результат выполнения этой задачи. Это может быть какой-то файл. Если, например, задача была, не знаю, сформировать договор или подготовить коммерческое предложение. Это может быть просто какой-то текстовый итог, что я вот все выполнил, да, там, ссылками, смотрите, результат, например, здесь. Все, что угодно, просто текст, файл, какие-то упомянутые другие сотрудники, цитаты и так далее. То есть все, что мы можем оставить в комментарии, может стать результатом, то есть итогом, что я сделала по задаче. Давайте посмотрим, как это выглядит. Мы такую задачку поставим, обработать поступающие лиды. Если я в нее зайду, да, пока сейчас Юра ее получит, начнет выполнять, и после того, как он ее выполнит. Здесь могли быть коммуникации, может быть нет, да, не обязательно, там, если, например, задача от меня, Юре, нет вопросов, он может не оставлять комментарии, или даже мы что-то обсудили. И потом, когда он оставляет комментарий внутри задачи, он может отметить его как результат. И это будет не просто комментарий для меня, да, как постановщика, то есть мне не нужно. Будет опять же его разыскивать среди всех этих комментариев, а я увижу его непосредственно в самой задаче. Ну сейчас еще картиночку туда добавлю, то есть чтобы результат был даже визуальный, вот еще что тебе такое добавить, интересно. Все, загрузил тебе картиночку, отправляю результатик. Итак, я нахожусь по-прежнему в задаче. Перестарался с объемом картиночки. Картинка еще пока загружается. Да, но здесь, помимо этого, я вижу, конечно, что требуется отчет по работе, и сотрудник, которому вы поставили задачу, также видит, что эта задача именно с результатом, и надо отнестись к ней как-то повнимательнее. Да, он не просто видит, даже если он не видит этой надписи на самом деле, он не сможет завершить задачу. Вот внутри задачи у меня есть галочка, вернее не галочка, кнопочка завершения задачи, я не могу ее завершить, а я ее нажимаю, а мне система подсказывает, что к сожалению или к счастью, тот человек, который ставил вам задание по этой задаче, требует от вас показать результат выполнения этой работы. И вы должны этот результат загрузить в виде комментариев, указать, там есть галочка около комментария, когда я могу поставить эту галочку и оставить свой результат внутри. Результат фиксируется в самой задаче над комментариями, его видят сотрудники, которые участвуют внутри задачи, видят постановщик, естественно, ну и может увидеть мой результат задачи. Вот я отдал результат, отдал картинку в виде этого результата. Но картинку ты, видимо, не дождался. Я ее не стал ждать, она достаточно большая, чуть-чуть я перестарался с объемом картины. Слишком много Юра сделал по задаче, и его файл оказался большой, и мы просто не стали дожидаться, когда он загрузится, да, но что я вижу? Я вижу, что результат по задаче есть. Конечно, я вижу и в комментарии, да, но этот комментарий же может уйти дальше, если мы начнем переписываться. Поэтому мы закрепляем этот результат еще в карточке. Вы открываете, и сразу видите, что вот он результат выполненной задачи. Конечно, видим, кто его оставил, потому что в задаче может быть несколько, например, исполнителей, да, один ответственный, другие свои исполнители, и каждый может, что важно, да, каждый может зафиксировать свою часть результата. Например, если задача была объемная, и я поделила, можно сказать, делегировала какой-то кусочек, пригласила соисполнителя и сказала, помоги мне. Соисполнитель оставит свой результат, я как ответственно оставлю свой, и постановщик моей задачи будет видеть и тот, и второй результат. Давай покажем, как добавить наблюдателей по соисполнителям, потому что это очень важные роли. Вот соисполнитель мне, если честно, не очень нравится. Я вообще считаю, что одна задача должна быть на одного человека, который ее выполняет. Когда задача для двух условно хозяев, которые за нее отвечают, работа становится какая-то не очень странная. А вот наблюдатель, это офигенная история, когда можно поставить человека, который может помочь. Это может быть ментор внутри вашей компании, тот, кто хорошо разбирается в процессах, и он обучает новичка, подсказывая ему, как это сделать. И вот сейчас Екатерина делает как раз нам, наблюдателя внутри задачи. Да, причем хочу сделать его необычным способом, не пойти в поля задачи, да, а очень часто вы прям в обсуждении задачи понимаете, что ответ на поставленный вам вопрос может дать какой-то другой человек. И я, например, говорю, Сергей Востриков, подскажи, все ли ок, да, проверь, такой ли макет нам нужен. Да, Юра нам приложил файлик, да, а я, например, не совсем в моей компетенции дать точно результат и сказать, да, Юра, это оно, я знаю, кто за это отвечает. Я просто ставлю упоминание этого человека, отправляю, и он автоматически у нас становится наблюдателем задачи. Сейчас я выйду и зайду в задачку, у нас почему-то не обновилось, хотя должно все быть реал тайм. У меня обновилось в реал тайме, все прилетело. Меня немножко, видимо, подтормаживает. Вот мы видим, что я просто упомянула, и вот здесь в наблюдателях справа от задачи Сергей Востриков добавился как наблюдатель. Конечно, помимо этого, на самом деле, есть еще системное сообщение в комментариях, которое подсказало всем участникам задачи о том, что Сергей был добавлен как наблюдатель. Ну, вдруг это критично, да, и все должны понимать, что в задачи добавился новый человек. Может быть, там что-то секретное нельзя теперь писать в этом комментарии. Помимо наблюдателей, как сказал Юра, есть соисполнители, их вы можете добавлять через вот этот контрольчик, он так и называется, соисполнители добавить. Вы можете набирать сколько угодно людей, которые помогут ответственному выполнять эту задачу. Но на самом деле лучше, если вы будете использовать место соисполнителей, конкретные персональные подзадачи, внутри основной задачи, раскидывая или делегируя эту задачу по кусочкам конкретным исполнителям и забирая у них кусочки результатов, которые они будут давать. Это будет намного эффективнее, чем делать соисполнителем внутри задачи. Нужно будет тогда прям расписывать, что вот это твоя часть, это его часть, либо им пытаться самим договориться, за какую часть они отвечают. А это обычно получается не очень эффективно. Так, собственно, устроены задачи внутри BITREX24. Мы с вами посмотрели простой сценарий, когда вы пришли в раздел задачи и проекты, сразу набросали задачи, распределили их, начались коммуникации, счетчики задачи подлетают. Да, все очень просто выглядит, так вы можете начать работать с задачами. Конечно, если в дальнейшем, или может быть у вас уже сразу построена структура, и вам необходимо работать по проектам, да, у вас есть прям группы людей, которые работают над одним проектом, не знаю, там, разрабатывают новый продукт или производят там что-то, и вот они должны быть в одном проекте не просто для того, чтобы работать с задачами, а в том числе для того, чтобы они могли внутри этого проекта хранить какие-то файлы, планировать совместные встречи, вести те же задачи, обсуждать что-то, да, в живой ленте, там, в новостях у нас, как бы это выглядело в этом случае. Снова вернемся к интерфейсу нашему Bittrex24, и там же в разделе задачи и проекты у вас есть целый раздел проекты. Когда мы переключаемся в него, мы видим, собственно, похожий список, в котором, обратите внимание, также есть счетчики, то есть я, если веду проект, я могу контролировать, как движется работа внутри этого проекта, выполняются ли задачи внутри него в срок, или вот я вижу, что есть красный, а значит, есть проблема, значит, задачи там просрочены. Также я здесь буду видеть зеленые счетчики и видеть, что там идет активное какое-то обсуждение, и тоже, например, как руководитель какого-то проекта могу заглянуть и посмотреть, что же там происходит. Ну и важное отличие, наверное, простых задач от проектов, то, что задача — это персонализированная история. Когда Катя ставит задачу на меня, даже если я сотрудник этого же самого отдела, и я не вижу те задачи, которые, например, Екатерина поставила там какому-то отдельному человеку, ну не знаю, Сергею Вострикову, то в проекте как раз сделано все так, чтобы работа шла совместно. И все задачи, которые будут создаваться внутри этого проекта, буду видеть я, если я являюсь участником этого проекта, но мне будут приходить персональные уведомления, я могу работать, не заходя в проект в своем списке задач и видеть только свои задачи, с которыми я работаю, но в то же время, если я пойду в проект, я увижу чужие задачи, я увижу коммуникацию по этим задачам, я могу помочь в этих, если захочу в этих задачах, сделать этот проект более эффективным. Ну и, конечно же, я могу там коммуницировать в рамках самого проекта. Мы чуть позже покажем понятие такой живой ленты, скажем так, или там блока новостей. Обратите внимание еще, что в рамках проекта вы можете, да, каждая группа, каждый проект может работать по своей методологии с задачами. Например, если в рекламе наша команда привыкла работать по канбану, то есть мы двигаем задачи по этапам, движемся к их завершению, да, очень похоже на то, как обычно работают в CRM, то мы выбираем для себя представление задач канбан, и дальше мы двигаем эти задачи вот именно как карточки, можем добавлять свои какие-то колонки, да, не знаю, там на тестировании у нас, например, будет, мы проверяем с вами какие-то гипотезы по рекламе, да, мы создаем свои колонки. Этот канбан доступен всем участникам проекта, то есть все одинаково видят, как задачи двигаются внутри. Если мы, например, зайдем в другой проект, маркетинг и реклама, мы можем здесь выбрать представление список. Например, здесь нам удобнее работать так. И это представление будет сохранено, и все другие участники будут приходить и видеть задачи именно вот в таком виде. Ну, еще, да, что мы можем сделать? Еще у нас есть представление сроки, где задачи автоматически движутся на вас по сроку, представление мой план. Это уже ваше личное, то есть каждый может создать свой план в своей стадии, и они не будут сквозными. Либо, может быть, вы работаете вообще, да, по водопадной модели, у вас гант, вы можете здесь построить прям целую, систему, связывать задачи между собой, и это все никак не будет влиять на другие проекты. То есть каждый проект выбирает тот метод работы с задачами, который ему удобен. Ну и проект дает возможность, самое главное, внутри этого проекта, обмениваться файлами и коммуницировать. Давай перейдем уже к следующей истории, как раз будем говорить о интересном разделе, где можно коммуникацию делать. Давай-ка что-нибудь загрузим и попробуем там поставить какую-то информацию. Для этого мы перейдем в нашем левом меню с вами в другой раздел. У нас здесь, обратите внимание, есть целый блок, который называется «Совместная работа», и здесь есть много инструментов, которые позволят вам организовать эту совместную работу. Но сейчас мы хотим начать с простых коммуникаций внутри компании, внутри команды, может быть, даже один на один. Это всем привычные чаты для начала. У вас есть справа целая панель чатов, где вы будете видеть, опять же, счетчики, будут подниматься те сотрудники или те групповые чаты, в которые вам написали. И в один клик вы можете открыть этот чат. У меня тут сразу оказался чат с Юрой, и я могу начать как минимум общаться с ним. «Привет, нам нужно подготовить, например, новый шаблон презентации к вебинару». «Готовимся с Юрой к вебинару». Я ему отправляю сообщение. Все, конечно, работает в реал-тайме, это чат, здесь по-другому быть не может. Я написала, сразу же увидела, что Юра мне ответил. Конечно, могу лайкнуть, да, это может быть вашей реакцией, что «да, я ознакомился, все окей». Все, Юра может присылать файлы, может присылать видеофайлы. В общем, все, как какие-то секретные файлы. Тут Юра присылает секретными интерфейсами будущего. Все, как в любом обычном чате. Спойлер номер два. Да, да, конечно, помимо чата один на один, здесь могут быть групповые чаты, и мы, например, в чат с Юрой можем пригласить сразу нам нового сотрудника, ну давайте нашего Сергея Острикова, раз уж мы сегодня задействуем его везде, и мы автоматически оказались уже в групповом чате, где можем что-то обсуждать. Конечно, помимо обсуждений, мы можем в один клик начать видеозвонок с этим человеком, но мы еще вернемся к видеозвонкам. То есть, кроме коммуникации внутри задач, когда это просто комментарии, но комментарии не подразумевают реалтаймовости. То есть, вы оставили комментарии, и вы понимаете, что мгновенно человек может не ответить. Даже если находится на работе, он мог не увидеть уведомления, он мог не ходить в задачу, он мог не сделать какую-то реакцию на ваше уведомление. Чат, в отличие от этого, реалтаймовая история. Если мне написали внутри чатика, у меня сразу загорелось, что у меня есть какой-то комментарий или какой-то текст внутри этого чата, И я быстрее прореагирую. И так как я нахожусь внутри компании, приглашая сотрудников, я могу сразу решать какие-то оперативно-быстрые вопросы, приглашать людей, не захламляя этими людьми, например, просто состав задачи конкретной. Мне нужно уточнить какой-то вопрос. Не обязательно человека-наблюдателям добавлять задачу. Очень любят, например, всех подряд добавлять многие наблюдатели в задачи. И потом непонятно, что делают эти люди внутри этой задачи, зачем их туда пригласили. Вообще непонятно. Желательно, чтобы в задачу приглашали только тогда действительно людей, когда есть какая-то работа, которая требуется этими людьми, сделанная внутри этой задачи. Если нужно просто одноразово спросить, лучше воспользоваться чатиком. И здесь, раз уж мы говорим о том, что из задачи, во-первых, вы могли уйти, чтобы быстренько обсудить что-то в чате. Также хочется еще показать сценарий, когда вы что-то обсуждая в чате, да, вот я, например, говорю, нам нужно подготовить новый шаблон презентации к вебинару. Можно прямо из сообщения в чате создать задачу, да, то есть это такая связка задачи, чаты. Это все живет внутри одного Bitrix24, поэтому это все связанные вещи, вы очень легко можете как из задачи быстренько уйти в чат, что-то обсудить, так и из чата быстренько создать задачу. Вот я вижу, что она уже создалась, кликаю и прямо над чатом мне открывается уже карточка задачи, причем мы здесь подтянули, да, сообщение, из которого она была создана. Все, уже можно там начать выполнять ее, завершать и так далее. Такая вот сквозная связь между двумя инструментами. Нас очень часто спрашивают, так, а в чем отличие, зачем мне использовать Bitrix, если у меня условно стоит на моем телефоне Telegram, Viber, WhatsApp или какая-то другая система, с которой мы работаем уже внутри компании и все как бы вроде бы хорошо. Да, это хорошо, пока нет вот такой вот совместной работы, пока ваши сотрудники не могут быть добавлены в задачи. Представьте, вы находитесь в коммуникации, переписываетесь и тут получилось так, что, чтобы выполнить или сделать ответ на тот вопрос, который Катя задала, мне нужно потратить определенное количество времени, чтобы не забыть в обычном чате, я забыл и все, переписка ушла, и потом Катя спрашивает, ну что тут сделал то, что обещал, а что я обещал, и начинаешь вспоминать, а что же ты там обещал. Нет, ты здесь сразу же на основании этого сообщения ставишь задачу, ты задачу уже точно не забудешь, потому что она попадает к тебе в список, назначается крайний срок, когда ты дашь ответ по этому вопросу, который тебе задали, этот крайний срок видит тот человек, для которого ты это делаешь, соответственно, он может тебе внутри этой задачи пинговать, давать возможность тебе не забыть про эту задачу, даже если ты там не смотришь комменты, не смотришь какие-то уведомления, тебе не могут все равно обратиться, и ты уже не скажешь, ой, какой вопрос, а я не видел никакого вопроса, чатик, какой чатик, я не помню, проскочила и не заметил, то есть здесь получается более тесная связка, которая дает возможность хорошо работать именно в совместной работе, ну и второе отличие, например, нашего чата от чата обычного, который вы можете использовать, это возможность работать только с сотрудниками вашей компании, я не раз сталкивался с тем при общении с клиентами, когда ты приходишь к ним в компанию и начинаешь обсуждать чат, они говорят, да вот у нас есть чатик компании, вот смотри, вот здесь мы видим тоже количество людей, потом такой, опа, а этот же у нас больше не работает, то есть еще одно хорошее отличие корпоративного внутреннего чата, это в том, что там являются и работают, только сотрудники, вы принимая человека на портал, вы его регистрируете внутри портала, он становится вашим сотрудником, у него появляется профиль и он автоматически работает в этих чатах, как только сотрудника увольняют, он уходит с работы, автоматически во всех чатах этот сотрудник перестанет существовать, соответственно, он не видит никакую информацию, которую вы там переписываетесь внутри, он не видит уже работу внутри портала, последний раз была забавная ситуация, мы разговаривали в очень крупной компании, там огромный чат на компанию, и там были найдены люди, которые полтора-два года назад были уволены, а чатик был с цифрами по работе этой компании, то есть люди, которые уже полтора-два года не работали в этой компании, видели отчеты по продажам конкретных подразделений, это забавная ситуация, в таком случае вы уже не будете бояться или переживать, что нужно не забыть в каких-то чатах удалить этих сотрудников, увольнение с портала, автоматическое закрытие доступа ко всей информации во всех чатах, задачах и так далее, и так далее, и так далее. При этом вся информация, которая у вас обсуждалась с этим уволенным сотрудником, его план, его задачи, конечно, сохраняется внутри вашего BITREX24, и вы можете легко это найти и делегировать, например, новому ответственному сотруднику. Итак, так выглядят у нас простые коммуникации, или даже, сказал бы, непростые, да, мгновенные, когда вы написали, счетчик загорелся, ответили, причем не просто счетчик загорелся, да, как Юра говорил, например, у вас сейчас нет возле компьютера, вы получите пуш на мобильном телефоне, там также чат в приложении BITREX24, и вы можете прям там быстренько ответить, там же создать задачу из чата, то есть функционал полностью совпадает с тем, что мы видим с вами здесь. Ну, или если вам поставили задачу, вы сразу же можете перейти в эту задачу, посмотреть, а что же за задачку-то вам поставили, хотя вы находитесь где-нибудь в полях. Еще один инструмент, который позволяет вам организовать коммуникации внутри команды, но уже можно сказать такие более длительные, и на всю компанию, либо на отдельные группы, отделы, это новости, это такая новостная лента вашей компании, где вы можете публиковать вообще все, что происходит в компании, да, это такая бурлящая жизнь, ну, в нашей компании это вообще, наверное, основной инструмент. Во-первых, он у нас стоит на первом месте, и с него начинается рабочий день, когда ты приходишь, нажимаешь кнопку начать, и потом смотришь, что же произошло за то время, что ты вчера завершил рабочий день, вдруг пораньше, за то время, что ты его начала, да, и, как правило, это очень много событий, кто-то делится какими-то успехами внутри своего отдела, кто-то публикует какую-то важную информацию по изменениям внутри компании, и все это может жить в одной новостной ленте. Причем она тоже может быть как персонализированной, когда вы делаете конкретное сообщение на конкретных, простите, на конкретных людей, которым это должно быть доступно, либо это может делаться на всю компанию. Вот по умолчанию Екатерина делает пост, и внизу мы видим, что все сотрудники увидят данное сообщение. Ну, я могу, собственно, удалить всех сотрудников, да, если это не касается всей компании, выбрать здесь отдельных людей, либо найти какие-то группы, в которых я участвую, или же, например, какие-то отделы, ну, например, мне нужно сделать пост на всех сотрудников бухгалтерии, я их отмечаю, и все сотрудники получат уведомления, зайдя в новости, они увидят этот пост, который я для них подготовила. Это очень удобно, когда нужно идентифицировать людей, которые периодически приходят в компанию, уходят из компании. Ну, то есть, чтобы вам не добавлять и постоянно не отслеживать за людьми, вы делаете какой-то долгоиграющий пост, который может создаваться на очень долгий срок. Вы можете поставить конкретный отдел, и люди, добавляясь в этот отдел, будут автоматически новенькие получать сообщения, которые будут публиковаться. Ну, вот, не знаю, у нас есть по вторникам встреча по продукту внутри руководящих лиц компании, и у нас есть постик, куда публикуется сводочка последняя по регистрациям, по еще каким-то мероприятиям внутри. И когда мы приходим на это совещание, открывается этот постик, и разбирается какая-то информация внутри этого поста. Соответственно, указав конкретных людей внутри отделов, мы можем не бояться за то, что какие-то люди могут не прийти на это совещание. Автоматически система будет понимать, что есть новый сотрудник, который автоматически получит доступ к этому посту, и увидит всю необходимую информацию, может прийти на встречу или обсудить эту информацию внутри данного постика. Конечно, есть такое понятие, как важные сообщения, когда вам необходимо, например, какой-то приказ, да, или какой-то новый регламент, то есть то, с чем сотрудники в вашей компании должны обязательно ознакомиться, а вы должны видеть, что, да, действительно, вот этот сотрудник, он ознакомился, да, или, например, там, не выполнил какие-то обязанности, вы проверяете, ознакомился, можно сказать, подписал, да, это такая как бы внутренняя подпись, неофициальная, конечно, что он прям руками там где-то вам что-то подписал, но он прочитал, то есть он увидел ту информацию, которую вы хотели до него донести. Я поставил такое событие, как раз у Кати, оно с правой стороны появилось в реальном режиме времени, я просто написал там важное событие, и вот когда Екатерина нажмет на кнопочку «Я прочитала», у меня автоматически будет указано, что данный человек прочитал. Я могу подвести, ну, курсор мыши к списочку, вот тут у меня написано, что уже два пользователя прочитали, и увижу в списке, что прочитал я, и я нажал тоже эту галочку «Почитать», и нажала Екатерина, она тоже видела этот пост и как бы вот этим самым подтвердила, что она этот постик видела. Вот у меня висит старенький пост от Екатерины, здесь приказ-тест сделан, я тоже делаю, прочитал, и она тоже увидит, что у меня где-то там внутри я ознакомился с конкретным постом. Тем самым вы как бы убираете вот эту вот интересную ситуацию, когда Катя написала, например, какой-то пост, она потом ко мне подходит, говорит «А ты видел этот пост?» Я такой «Не, не видел, зуб даю». А вот тут такой проблемы нету, если она заходит в свой пост и смотрит, кто смотрел ее сообщение, она точно знает, видел ли я ее сообщение или не видел, соответственно, ей не нужно искать, смотреть, спрашивать, то есть ты уже не можешь отказаться от своих слов. Если вам действительно нужно в таком немножко приказном порядке донести какую-то информацию, вы можете воспользоваться важными сообщениями. Ну давай еще, наверное, благодарности покажем, потому что это тоже шикарная коммуникация внутри компании, она создается тоже внутри живой ленты, вы можете написать текст, выбрать конкретных сотрудников, выбрать некую эмоцию, которую хотите добавить внутри, и эти сотрудники получат, ну, такой эмоциональный всплеск внутри вашей компании. Вообще очень важно хвалить людей за выполненную им работу, за правильно особенно выполненную работу, и вы можете делать вот такие вот постики, которые дают возможность похвалить конкретного человека. В чем плюс такого постика? Этот человек увидит эту благодарность в своем профиле, и я, если зайду в свой профиль, вот сейчас Екатерина поставила благодарность на меня, если она в поиске зайдет либо в свой профиль, либо в мой, она увидит благодарности. Давай посмотрим. Вот у нее есть 4 благодарности, и есть прям ссылочки на посты, где ее благодарили, она может посмотреть, и я как сотрудник могу в поиске найти ее профиль и посмотреть, за что ее благодарили, в чем она участвовала, какую информацию она обладала, или там в каких работах она участвовала, за что ей сказали спасибо. Это тоже важная коммуникация внутри большой компании, очень хорошо работает. Ну, и еще один здесь такой интересный инструмент — это опросы, когда вам необходимо собрать какую-то обратную связь, может быть, внутри своей компании от сотрудников, либо у вас планируется какое-то мероприятие, узнать, кто пойдет, кто не пойдет. В общем, одним словом, когда вам нужно провести опрос, то вы также открываете новости, здесь вы можете описать, да, что конкретно требуется, задать вопрос, варианты ответов, и вы потом будете видеть, кто из сотрудников за какой вариант проголосовал. Можно еще сделать это сообщение важным, и два в одном вообще будет. Они не просто проголосовали, они еще и ответили, там, показали, что они просмотрели это сообщение и подтвердили, что они его просмотрели. Да, здесь также хочется отметить, да, обратите внимание, что так же, как внутри задачи, конечно же, в посте может начаться такая активная переписка, кто-то может высказывать какие-то предложения, и из этих предложений может сформироваться задача. И вам опять не нужно переживать за то, что вы потеряете ее здесь в комментариях, забудете. Вы прямо на основании комментариев, вот мы видим, да, комментарий, я могу нажать «Еще» и здесь же «Создать задачу». Мне открывается форма, в которой уже есть заголовок, уже передано сообщение, даже ссылка, чтобы я могла вернуться к этому посту в новостях, да, прочитать какие-то детали. Мне остается указать ответственного, выбрать крайний срок, когда задача должна быть выполнена. Да, несколько мы не будем, поставим на Викторию, поставить задачу, и все, она готова. И обратите внимание, что в этом посте, да, люди, которые, например, писали мне, что там, Катю нужно что-то сделать, они также увидят комментарий, что я не пропустила его, что я забрала эту задачу на себя. Я могу в этой задаче что-то там выполнять, да, и эти люди могут кликнуть, перейти в задачу и уже продолжить коммуникации непосредственно в этой задаче. Но это очень хороший тренд, когда руководитель, например, может просто сказать сотруднику, поставь задачу сам на себя, и вот сделай вот эту вот работу. Сотрудник ставит эту задачу, соответственно, он точно не забудет о том, что он ее должен сделать, и можно просто сказать этому сотруднику, поставь меня постановщиком этой задачи. То есть сотрудник за вас, как за руководителя, сам же поставит на себя задачу от вас, как от руководителя, на тот срок, который руководитель ему просто написал. Соответственно, вот он 100% не забудет, как там в обычном чатике, когда проскочило сообщение, или здесь даже проскочило сообщение, ушло, ты про него забыл. Это жива лента по аналогии с ВК, Фейсбуком и так далее, которая уходит, и вы ее не видите. Соответственно, вот постановочка задачи не даст возможность забыть про какую-то работу, которую необходимо сделать. Ну и, конечно, еще один инструмент, который также помогает вам в совместной работе, также дает возможность коммуницировать. Мне кажется, у нас коммуникации вообще есть везде, и в задачи можно, и в постах, и в вопросах, и в благодарностях. Это, конечно, календарь. Ну, в первую очередь, он может служить вам как личный календарь для планирования своего рабочего времени, своей занятости, так и, конечно, в нем есть особенности, потому что этот календарь находится внутри все-таки рабочего инструмента и помогает вам организовать совместную работу. Как у нас это выглядит, о чем мы говорим, при чем здесь совместная работа? Ну вот мы снова давайте с вами готовимся к вебинару, задачи мы уже ставили, и нам теперь необходимо провести, собственно, встречу. Что я могу в этой встрече сделать? Я могу не просто для себя ее запланировать, а пригласить на нее с кем я буду ее обсуждать внутри своей компании. Да, мы позовем Юру Николаева и Юру Волошина. В чем отличие нашего на самом деле календаря от обычного календаря, который вы можете пользоваться там в Гугле, Яндексе или где-то еще, где вам удобно вроде бы использовать? Этот календарь понимает занятость ваших сотрудников. Здесь полностью список всех сотрудников, которые находятся на вашем портале. Календари этих людей могут быть заняты, и вы увидите в календаре, что, к сожалению, данного сотрудника на это время пригласить невозможно. У него есть какая-то встреча или есть какая-то работа, которая указана в календаре, и вы не можете пригласить этого человека на это время. Соответственно, у вас будет уменьшаться вот этот вот срок, когда вы вроде бы человека пригласили через тот же Гугл, но, блин, он был занят в это время, вы не смогли с ним встретиться, началась переписка, у меня этот слот занят, у меня там это происходит. И это иногда бывает по 30-40 минут, ты пытаешься согласовать с человеком, особенно у которого календарь достаточно сильно забит, и пытаешься согласовать время, когда можно с ним встретиться. Здесь не нужно тратить на это время. Система, вот там кнопочка синенькая, либо сама подскажет ближайшее свободное время. Вот Катя нажимает, и она кидает на ближайшее время, в будущее, когда у всех людей, которые добавлены в данный календарь, есть свободное время. И вы сразу же в реалтайме в календаре видите, что вот занятые слоты, вот эти красненькие как бы прямоугольнички показывают о том, что эти люди в это время заняты. Вот есть, например, вроде бы время свободное, у двух людей занято, у одного человека свободное. Вроде бы можно было бы поставить туда встречу, но, к сожалению, два человека в ее прийти не могут. И вторая история. Может же так быть, что вы вроде бы выбрали время, оно вроде бы даже было не занято у человека, но человек не может в это время прийти. И наша система умеет спрашивать, задавать вопрос, прилетает уведомление, сможешь ли ты участвовать в данном событии. У меня вот прилетела как раз уведомляшечка, я говорю подтвердить участие. Соответственно, у меня упало подтверждение, у Екатерины упало подтверждение, и она когда зайдет, видно, что два человека согласились на встречу, а один человек, который не присутствует пока на портале, не видел еще этого уведомления и еще пока не согласился на ту встречу, на которую он запланированно по времени она была, например. Ну и, собственно, он может вообще нажать отказаться, да, то есть он, например, все-таки не может в это время, хоть в календаре и было свободно, он там забыл поставить свою занятость. Для этого, конечно же, вообще в большой карточке события, в полной карточке этой встречи у нас есть такие же комментарии, где можно написать, там, простите, сегодня не успею, давайте перенесем. Ну, комментарий в данном случае, наверное, не очень удобно, мы уже смотрели чатик, у нас есть связочка обалденная с календарем, с чатом, у нас есть кнопочка специальная, Екатерина может вызвать чатик. Автоматически в этот чат будут подтянуты все пользователи, которые участвовали внутри этого события, и вот уже здесь Востриков может сказать, ребята, простите, я в данный момент не могу, давайте я могу, например, там, завтра в 4 часа дня перенесите, пожалуйста, событие. И событие может быть перенесено, Екатерина, как постановщик данного события, может переписываться с Сергеем и перенести событие, изменить его, перекинуть его на следующую дату, например, на завтра, на другое время. Все, вот автоматически событие перешло, на 4 часа дня она поставила, у всех свободно. Автоматически пойдет перезапрос доступа к этому событию, потому что время может быть занято, я опять соглашусь, и Катя увидит в событии, что в согласии от клиента получено, от человека получено, мы в чатике быстренько это согласовали. Тем самым люди могут очень быстро договариваться о каких-то коммуникациях, не требующих там созвонов, не требующих долгих вот этих вот историй, поиска слотов. Очень часто бывает такое, вот особенно когда с компаниями внешними работаешь, нужно договориться о встрече, начинается, а какие слоты у тебя свободные, и он там дает тебе список. Во-первых, он бегает по календарю, выбирает эти слоты, пока ты с ним договорился, слоты заняли. И ты такой, ты вроде в 3 согласился через 2 часа, а такой, блин, уже в 3 занято. То есть начинается вот этот вот ненужная переписка, ненужная вот эта вот попытка согласовать. Здесь все, ты все видишь, ты зашел в календарь, календарь тебе сам подсказал свободное, незанятое время данного сотрудника, и ты спокойненько этого сотрудника пригласил без излишней переписки. Ну и, конечно, здесь снова мне хочется отметить, что помимо того, что прямо из события, вы можете перейти в чат. Как вы видели уже, да, есть основная кнопка, которая позволит вам начать видеозвонок, что сейчас, опять же, актуально, да, часть сотрудников может работать удаленно. Да и даже если они работают неудаленно, например, кто-то приболел там из дома, еще что-то, вы очень легко можете всех, вот кто у вас есть в этом событии, собрать на видеозвонок буквально в один клик, да, то есть мы нажимаем начать видеозвонок, и система сама всех участников собирает и начинает звонок. И, конечно, то, о чем мы с вами уже сегодня говорили, это задачи. Если вдруг по результатам встречи вы решили, что необходимо там что-то сделать, да, согласовать договор ренды, там, например, тот же наш с юристами, то я могу также быстро в один клик создать задачу, которая будет привязана к этому событию в календаре. Ну и все участники, опять же, увидят эту задачу мою созданную, да, и смогут следить за выполнением ее и вообще будут видеть, что событие не просто ушло, закончилось, да, а что образовалась какая-то задача по результатам. Ну и, наверное, самое важное вообще, что сделано хорошего в календаре и как удобно работать именно с календарем, это сразу же сделать видеозвонок из календаря. То есть вы не просто создали встречу, вы не просто можете вызвать час, где что-то, что-то обсудить с этим человеком, вы сможете сразу же сделать звонок на этого человека или на эту группу людей, вам не нужно специально создавать новый чат, вот у меня прилетел звонок, я могу ответить, Екатерина будет видеть звонок, ну понятно, что Сергей Востриков сейчас не ответит на звоночек, я дал вот разрешение, и все, и мы разговариваем уже по видеозвонку с Екатериной, и можем спокойно общаться. То есть тем самым вы очень быстро, не закрывая всю эту историю, можете позвать человека в этот звонок. Очень сложно, например, когда вы пользуетесь видеозвонками с какого-то стороннего инструмента, особенно если в этой встрече 10-12 человек, это просто какой-то ад. Вы начинаете этих людей приглашать в эту систему, эти люди еще какой-то аккаунт другой имеют, с другим названием, его там можно не найти с первого раза, и это начинается прям серьезная проблема. Вроде бы встреча, вроде бы вот реалтайм в одну секунду можно было сделать, но вот это вот перебивание этих людей в другую систему начинает создавать некие сложности. Здесь ничего этого делать не надо, одну кнопочку нажали, автоматически создался чат, начался видеозвонок, и еще кроме этого... Да, есть еще одна, да, здесь такая штучка, очень важная, интересная, мы с вами смотрели, что задача, чтобы выполнена была эффективно, есть результат, и для того, чтобы встреча ваша прошла эффективно, и по ней был какой-то результат, и все прекрасно понимали, что им нужно идти делать после этой встречи, существует резюме, у вас есть кнопочка документ, вы можете в ней выбрать резюме встречи, мы тут подготовили несколько шаблонов оформления, вы выбираете любой, который вам понравится, и прямо во встрече, обратите внимание, я не потеряла звонок, да, я не ушла в какой-то другой отдельный раздел, я могу продолжать разговаривать с Юрой, видеть всех участников нашей встречи, и в этот же момент у меня открывается слайдер, в котором вот у меня сейчас загружается наш шаблон, резюме, в котором я, собственно, могу фиксировать, можно сказать, такой упрощенный протокол встречи. Тема нашего сегодняшнего собрания, да, автоматически сюда у нас подтягивается, все участники у нас автоматически здесь есть, и мы можем зафиксировать, о чем мы там сегодня будем разговаривать. На самом деле, с одной стороны, кажется, что это немножко формализация, и вы как бы делаете такое, сразу веет немножко прошлым протокол встречи. На самом деле, даже в современном мире разговор это не просто поговорить, не очень хочется просто прийти на встречу, поговорить на ней там 30, 40, 50 минут, потратить свое время и ничего не добиться. Такой протокол дает возможность точно понять, какие люди забрали какие задачи, и сразу же внутри этого чатика раскидать эти задачи. То есть вы можете написать этот протокол и сразу же забрать его задачами внутрь себя, показав это внутри чата. Вы можете вернуться к этому протоколу, если встреча у вас периодическая, то есть у вас календарное событие, которое несколько раз, и это будет один и тот же чат с одним и тем же файлом или с несколькими файлами. Если протоколов будет несколько, вы можете вернуться к предыдущему протоколу, и следующая встреча может начаться со слов «давайте посмотрим, какие задачи мы брали и что выполнено по тем заданиям, которые мы разобрали в прошлой встрече». И вы сразу же можете проконтролировать людей, которые забрали эти задачи, и сможете посмотреть, а вообще что происходило. Редактирование этого документа, оно совместно, Екатерина может полностью что-то писать, я могу зайти в это сообщение, видеть, что она пишет, могу тоже редактировать это сообщение, то есть открылся документ в режиме совместной работы, так как я нахожусь в этом чатике, я тоже имею права на просмотр этого документа, на редактирование этого документа, и я, соответственно, могу какие-то свои формулировки писать, почему вот эта встреча или там какие-то уточнения сделать. Кто-то ведет протокол, но он может очень кратенько написать, я для себя могу расширить, чтобы не забыть, а что же я обещал сделать по данной встрече. Вот она упала в виде файлика, в любой момент можно будет вернуться, ну и, естественно, не забыть, а что же происходило. Очень часто бывает, что вроде поговорили, протокола никакого нет, и все забыли, о чем разговаривали. Это прям помогает не забыть эту историю. Давай немножко поотвечаем на вопросы. Здесь накидали вопросиков, и не хочется ребят как бы обидеть, так скажем. Оставить без ответов. Да, оставить без ответов. Ребята спрашивают, а как сделать подзадачу задачи? Ты-то сделала подзадачи, но ты сделала это очень быстро, и коллеги… Да, мы говорили, но не успели проговорить, как делаются подзадачи. Вот смотрите, у нас была с вами, да, первая задачка, например, штурмим рекламу. Если вы посмотрите, то у меня на самом деле здесь уже есть подзадачи на разных ответственных, как говорил Юра, да, чтобы не делать там кучу людей в одной задаче. Как это делается? Вы берете, например, согласовать договор о ренды. У нас здесь будет, например, две подзадачи, да, есть на менеджера, а есть на самого юриста. Через контекстное меню я прям нажимаю «Добавить подзадачу», у меня открывается форма. Не нужно вам думать о том, как их там связать. Вы просто ставите подзадачу, да, юридическая часть согласования договора, ставите в ней другого ответственного, у нас будет Денис юристом. Ставим эту задачку, все, она автоматически становится подзадачей. Все, они связались, вам ничего не нужно делать. Давай зайдем в основную задачу, чтобы показать, что там видно эту связь. И вот внутри этой задачи вы видите связанную задачу, в любой момент можете по ней перейти, посмотреть, до чего вообще используются подзадачи и как с ними эффективно работать. Вы делаете первую задачу как обертку, назначаете, пишете большой текст, где описываете саму задачу, саму работу, которую в общем нужно сделать или к чему вы стремитесь. А уже в конкретных подзадачах на конкретных людей вы пишете конкретику, именно тот элементик, который должен выполнить конкретно этот сотрудник. Соответственно, вы не будете дублировать кучу информации, эту информацию и так все будет видно, если у него есть доступ к этой всей истории, и он может спокойно смотреть. Но подзадачи можно сделать с ограничениями по правам. Когда подзадача не видна с описанием, а подзадачу сделали на человека, который не видит никакую дополнительную информацию, он выполняет очень маленькую часть внутри этой большой задачи и может даже не знать, что она является чем-то большим, целостным, и не видеть лишнюю информацию внутри этой подсистемы. Все сильно зависит от того, как вы это делаете. Ну и вложенность может быть сколько угодно, подзадача, подзадача, то есть вы можете, можно сказать, декомпозировать, разбивать ее на более мелкие и постоянно делать подзадачку даже уже подзадач. Вот как я показывала, то есть третий уровень вложенности у меня появился. Можно ли установить только крайний срок или начало и окончание задачи? Ну, конечно, у задачи есть начало, и это та точка, в которой вы ее создаете. Крайний срок это и есть фактически дата завершения этой задачи, можно условно так сказать, то есть тот момент, когда вы задачу завершаете, еще добавится третья дата, которая будет завершением самой задачи, но она появится только в том случае, если задачу закрыли либо раньше, либо условно позже. Если задачу закрыли прямо в крайний срок, но эти даты будут просто равны и ничего не значит. Да, у нас есть такое понятие, как планирование сроков, но его вы используете, когда ведете задачи на диаграмме Ганта, когда у вас есть четкая дата старта, длительность этой задачи, формируется дата финиша, в обычных задачах вам достаточно только крайнего срока. Здесь, конечно, вопрос немножко не по задачам, но давай ответим, интересный вопрос. Поля в ЦРМ могут быть или обязательны с определенной стадии? Не просто могут быть обязательны с определенной стадии, они не дойдут пройти стадию, если они обязательны, то есть человек, пытаясь перетащить сделку на какую-то стадию, не сможет это сделать, пока не заполнит данные поля. Причем, кроме того, что вы можете установить обязательность этих полей, вы можете еще указать, а кто должен их заполнить. То есть, если у меня нет обязательности к этим полям, я могу пропустить эти поля, просто перетащив сделку. А вот Екатерина, например, не может это сделать, потому что у нее эти поля обязательны. Плюс обязательность может быть разная для разного списка полей, для разных людей на разных стадиях, то есть можно очень гибко настраивать. Кроме этого еще и можно видимость закрыть по некоторым полям. То есть вы можете закрыть видимость на определенных стадиях тех полей, которые не нужно в данный момент видеть. Если у вас огромная какая-то карточка, в которой вы собираете десятки полей и вам не нужно заполнять ее на старте всю, вы делаете обязательными от определенной стадии только, например, 10 полей, остальные на этой стадии скрываете. И только тогда, когда перенесут на следующую стадию, вот Катя как раз показывает, где это настраивается, перенеся на следующую стадию, вы отобразите данные поля конкретным людям, чтобы дальше их заполнить. То есть система очень гибкая, но, конечно, настройка такая нетривиальная будет при таком подходе. Ну хотя выглядит все достаточно просто, да? Галочка, выбор. Просто нужно в голове держать, какие люди, в какой момент времени. Логику строить. Да, нужно какую-то прям логику строить, ее расписывать и потом эту логику уже внедрять. И документируйте всегда такую логику, потому что потом через полгода никто не вспомнит, а что же там настраивалось. Так, подскажите, если находишься в наблюдателе, в задаче, то уведомления по комментариям не приходят. По умолчанию стоит отключены уведомление, можно ли как-то это отключить? Хороший очень вопрос. Да, действительно, так как мы сделали систему фокусировки внимания, которой мы пытаемся сфокусировать вас только на тех комментариях, которые требуют от вас реакции. Когда вас добавляют в наблюдатель, например, при постановке задачи, просто сразу на старте я создаю и понимаю, что хорошо бы, чтобы Юра приглядывал за этой задачей, чтобы он знал, что она вообще есть. То мы не будем пушить его комментариями, зажигать ему счетчики, хотя задачка будет подниматься, он будет видеть, что движение по ней есть. Сейчас нет возможности настроить, стать сразу наблюдателем с уведомлениями или же оставить без уведомлений. Но вы можете в любой момент, то есть вот такие задачи, у меня здесь как раз, по-моему, такая есть, вот она у меня стоит на мьюте, вы можете убрать вот эту иконку, да, то есть размьютить задачи. Так же, как в чатах, когда у вас очень много идет какая-то активная переписка, вы ставите на мьют, ну, либо без звука, да, это называется, и какое-то время, например, вы не следите за этим чатом, хотя видите, что движение в нем есть. Вот в задачах то же самое. Если вы являетесь наблюдателем, то, как правило, от вас не требуется какая-то реакция, поэтому мы не хотим создавать вам вот этот шум. Но вы видите, что в задаче идет движение, можете в любой момент в нее зайти. И еще важный момент, если вдруг в этой задаче вас отметили в комментарии, да, вот прям... Вот как Катя делала, написав комментарий, она делала сразу меншин на Сергея. То, конечно, мьют автоматически снимается, мы задачу вам поднимаем, зажигаем счетчик, потому что в этот момент требуется ваша реакция. Чтобы сделать меншин, вам нужно поставить просто собачку обыкновенную внутри коммента и выбрать того сотрудника, на которого вы делаете меншин. Вот она ставит собачку, выпадашка сразу появляется, она выбирает конкретного человека и просто пишет комментарий. Либо, вот там есть кнопочка специальная, сделает то же самое, просто лишние действия мышкой. Все, вот два человека добавлены, эти люди сейчас автоматом появятся, во-первых, в наблюдателях, во-вторых, им придут конкретные персонализированные уведомления, потому что их упомянули и задача снимется у них с мьюта. Давай еще на пару вопросиков ответим. Как смотреть статистику по всем задачам всех сотрудников кнопки, кроме кнопки «руковожу», так как она есть не у всех? Кнопка «руковожу» есть у всех, на самом деле, если вы являетесь руководителем по структуре компании. Конечно, если я просто подчиненный сотрудник внутри какого-то отдела, у меня ее нет и я не могу видеть, как же мои коллеги там работают по задачам. Если вы руководитель в структуре, да, у нас есть такое понятие как структура, возможно, у вас не настроено, поэтому у вас нет этой кнопки. Вот, это очень простая визуальная структура, где есть руководитель и его подчиненные. Вот, скорее всего, вы просто здесь не указаны как руководитель отдела, поэтому у вас этой кнопочки нет. Вот в данном случае как раз Катя открыла, я стою в структуре как руководитель, вот у меня эта кнопочка есть, а все люди, которые находятся ниже, они, к сожалению, не получат этой кнопочки и, соответственно, не смогут увидеть. Если вы хотите добавить, и у вас структура, она не формализована, не завязана на настоящие процессы внутри вашей компании, вы можете перенести в руководители, ну, достаточно нужное количество людей, и эти люди автоматом увидят, ну, информацию по задаче. Вы можете делать подотделы внутри, такие псевдоподотделы, тоже снося людей, как руководители, они тоже увидят у своих условных подчиненных, увидят все задачи. Да, собственно, у меня вот не было раздела руковожу, мы с вами видели, потому что я не была руководителем, сейчас я стала руководителем бухгалтерии, и у меня сразу же появился раздел, в нем появились счетчики, опять красные, да, я как руководитель сразу реагирую, мои сотрудники что-то просрочили, и вот я вижу прям по каждому, кто что просрочил, сколько задач. Очень интересный вопрос, а можно ли как-то сделать запрос на перенос сроков, или вообще запретить переносить сроки? Так, у нас есть такое понятие, когда мы с вами ставим задачу, то мы можем либо разрешить ответственно менять сроки, и по умолчанию, насколько я помню, эта опция стоит, да, все-таки такой более гладкий режим. Почему? Потому что вы все равно получите уведомление, задача подлетит, и вы увидите, что срок сменился. То есть просто как-то потихонечку сотрудник не сможет двигать этот срок без уведомления о вас. Но, конечно, если у вас прям жестко, что нужно выполнить эту задачу и нельзя менять, снимаете вот эту галочку, и тогда кроме вас, как постановщика этой задачи, никто не сможет изменить срок. Это прям очень важно, и вы здесь можете либо жестить, ну, то есть когда вы прям строго делаете эту историю, какая-то задача, где нельзя переносить ни в коем случае срок, а можете делать более мягко, но смотреть, а сколько раз вообще переносили этот срок, потому что это тоже не очень хорошо, когда срок переносится. Это говорит о том, либо тот человек, который ставит задачу, неправильного выбрал исполнителя, который не успевает за срок сделать, либо исполнитель просто манкирует своими обязанностями. Но давайте последний вопросик ответим, и мы будем завершаться. Если я как постановщик закрепил задачу в списке, она закрепится только у меня или у всех участников? Она, к сожалению, закрепится только у вас. Ну почему же, к сожалению, все-таки это ваш личный список задач, да, у меня могут быть свои важные. Хочется надавить. У вас могут быть свои важные. Кстати, есть, да, важный момент, что если вам нужно сделать задачу именно важной, то на самом деле вы можете при постановке этой задачи, ну либо в редактировании, если вы сразу забыли, да, отметить, что она важная, и такая задача будет гореть огоньком в списке задач у сотрудника, которого вы поставили, и он таким образом будет видеть, что это не просто задачка, а очень важная. К сожалению, вопросов очень много, мы не на все смогли ответить, но надеемся на те, которые ответили, ну они были полезными для вас. Пошли дальше. Да, возвращаемся тогда в нашу презентацию. У нас есть еще для вас, конечно же, вопросик, на который нам важно получить ответ. И это такой важный вопрос, был ли сегодняшний вебинар для вас полезен? Мы знаем, что у нас очень разная аудитория, кто-то начинает работать в BITREX24, кто-то уже все знает, возможно, есть и партнеры, но все равно дайте обратную связь, было ли вам полезно. Там же в вопросах. Прошу прощения. Да, мы что-то сегодня с тобой это. Ну и на этом будем завершать. Спасибо, было очень приятно рассказывать вам про совместную работу. На самом деле она настолько важна внутри компании, особенно в современном мире, когда, во-первых, хочется сэкономить на разных инструментах, которых очень много внутри компании, но и в то же время хочется действительно более эффективно выполнять работу. Я не представляю, как вот работать, например, после использования BITREX, работать в компании, в которой BITREX не используется. Потому что сразу кажется, что все развалится, будет какой-то бардак, который BITREX, во-первых, помогал и делал его приятным, во-вторых, он хоть какую-то структуру вносил в работу внутри компании и создавал прям вот какую-то ответственность за ту работу, которую ты выполняешь. Советуем мы вам использовать BITREX, использовать все его возможности, удобства, ну и потихонечку внедрять его внутри своей компании. Не жестите, не старайтесь сделать сразу какую-то сложную историю, за которую должны сотрудники отвечать. Делайте более мягко, но в то же время делайте работу структурированной, делайте работу удобной для ваших сотрудников, и они втянутся и будут эту работу выполнять с удовольствием. Спасибо вам большое. Спасибо вам, коллеги, что сегодня были с нами. Хорошего дня. Субтитры сделал DimaTorzok